Что там у Epic Games и Apple? Ола, Амигос, на связи Матвей, и в последнее время я заметил, что вы часто начали задавать мне вопросы, когда же Fortnite вернётся на iOS-платформу. Мол, уже середина августа, а Fortnite'а всё нет в App Store. Матвей, как так? Ты же сам нам говорил, что Fortnite вернётся уже в августе этого года. Погодите, погодите, ребят, сегодня в этом видео я вам расскажу, что на данный момент происходит между Apple и Epic Games, и почему мы до сих пор не играем в Fortnite на iPhone и iPad'ах. Ну а перед тем, как мы начнём, хочу обратиться лично к тебе. Мой дорогой зритель, если ты впервые на моём канале и тебе хоть немного интересна тема с Fortnite Mobile, то обязательно оформляй подписку, потому что в наши дни мобильный Fortnite постепенно умирает, и только твоя подписка на этот канал сможет всё исправить. Также обязательно поддерживай наше единственное мобильное сообщество игры в ежедневном магазине Fortnite. Тег автора Motive Cars смело води и покупай исключительно с ним. А также хочу выразить нереально большую благодарность первому человеку, который задонатил мне аж целых 250 рублей. Да, кстати, ребят, кто не знал, у меня есть Donation Alerts, поэтому кто хочет поддержать меня финансово, ссылочка в описании. Его ник Alex. И слушай, это видео посвящено тебе. Алекс, если ты смотришь этот ролик, то обязательно найдись в комментариях. Я хочу поблагодарить тебя лично. Ну а также вот первый и рандомный комментарий из последнего видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешён. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте наконец-таки приступим к нашему конфликту Apple и AP Games. Уверен, такого вы ещё точно нигде не слышали. Начнём, пожалуй, с того, что же на данный момент происходит между Apple и AP Games. Насколько мы помним, то в начале лета 2021 года шло длительное судебное заседание, которое продлилось аж целых две недели, и в ходе которого обе стороны в друг друга кидали всякие различные обвинения, ну а также давали всякие показания по этому делу. Именно во время этого судебного заседания рассекретились многие грязные делишки компании AP Games, например, такие как тайный сговор с компаниями Nintendo, Microsoft, Sony, или рассекретились их многие нереализованные планы в игре Fortnite, такие как недавно прошедший концерт Ariana Grande, об этом мы знали ещё тогда, ну или коллаборация Fortnite с аниме Naruto, на которое они, кстати, недавно купили права, поэтому я могу точно вам заявить, что в 18 сезоне в нашей игре будет коллаборация с Naruto, как в 17 сезоне с Rick и Morty, но только будет Naruto. А ещё их конференцию кто-то взломал и впустил туда кучу школьников, которые кричали всякий бред, в общем, по всем этим событиям я снимал отдельные ролики, можете их посмотреть в плейлисте по подсказочке вот здесь. Ну а что у нас происходит по этому конфликту на данный момент? На данный момент после последнего судебного заседания осталась куча предъявлений от одной компании к другой, и сейчас главный судья разбирает показания обеих сторон, чтобы выявить главного виновника этого конфликта. А я напомню, что показания там собралось на чуть более чем 4000 типичных вордовских страниц, и перед тем, как выявить виновника в этом конфликте, судье нужно, грубо говоря, разобрать каждое слово в этой писанине. Ещё тогда главный судья заявил, что для разбора всех этих показаний потребуется более чем 3 месяца усердной работы. Он даже в шутку сказал, что, возможно, закончит 15 августа как раз-таки в годовщину блокировки Fortnite на iOS-устройствах. Так что смело могу заявить, что на данный момент ничего абсолютно не происходит, нам остаётся только ждать. И пока что вы там себе сидите спокойно играете в Fortnite, какой-то 70-летний дядька сидит за столом при тусклом свете и разбирает 4000 PDF-файлов, на каждом из которых как минимум по 10 раз упомянута эта игра. Как же мне его жалко. Могу добавить только то, что ожидать окончательного приговора мы можем в периоде с августа по сентябрь 2021 года. Но расстраиваться не стоит, потому что в любом случае 13 октября этого года в App Store выходит официальное приложение GeForce Now, через которое мы более-менее комфортно сможем играть в Fortnite на iOS-устройствах. Но как-никак это не будет тот самый Fortnite Mobile, который у нас когда-то отняли. Обязательно ставьте лайк на это видео, если оно ответило на ваши вопросы. Также, если ты хочешь лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши хэштег FreeFortnite. Только так я пойму, что ты досмотрел этот ролик до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну а по традиции, с вами как всегда был Матвей. Hasta luego.